Господь сказал Моше И здесь есть одна тема, которая крайне важна во всем Танахе и во всем смысле жизни И здесь говорится про нечистоту И мы знаем, что понятие нечистота, это понятие, которое есть разных видов нечистота И здесь показываются три вида нечистоты, но особенно проказа упрокаженных и проказа тех людей, которые прикоснулись к мертвому телу И в Писании говорят, Господь говорит Моше Выведи всех подобных нечистых людей из стана Люди нечистые должны отдалиться от прямого присутствия Господа Бога И здесь не сказано, что я присутствую в пределах такого-то и такого-то места, я присутствую среди людей Некоторые, может читаться, что здесь в русском или в другом языке говорится ощущение, что я присутствую в стане Но еврей говорит, я присутствую среди людей В среди каких людей Творец логически приходит и присутствует? Те, которые чисты И когда я читал этот текст и готовился, я вдруг увидел, что вещь очень ясная, мы почти никогда о ней не думаем С одной стороны Творец, Он наполняет любое место в мире и везде, где бы ты ни находился И там, где бы ты ни был, Бог всегда везде присутствует Но как бы мы видим здесь, что Бог может регулировать уровень своего присутствия И более раскрытым образом Он может быть в одном месте, а в другом Он как бы отдаляется И вот просто представьте, вот огромное количество людей старт И написано, вот среди вот этих я нахожусь, а там я не нахожусь И вы помните, наверное, ту историю, когда Муше впервые пережил присутствие Бога, когда Он поднялся в гору и увидел несгораемый кусок А за Луимомер, кто ридит на ленджерах, и по они нахах И там сказано, сними свою обувь, потому что здесь Я присутствую А с Байцем Маза, что урали шоомком И с чего мы учимся вот со всей этой историей И Луим у Юдея ля виет ацмо о лишком бы маком несуям И Бог, Он может присутствовать более мощным образом в одном месте, чем в другом И это место, где Бог присутствует в своей большей реальности Там, где люди очищены, там, где нету нечистоты И в конце концов, мы говорим, что все эти люди, у которых не было проказы, или они не прикоснулись к мертвому телу Они что, никогда не грешили? И они такие совершенные, что после Денис Бог присутствует, это тех, кто заболел Никто не грешен Нет, разумеется, нету совершенных людей И нет человека негрешащего И мы знаем, что продолжающийся грех, он способствует к греху Он ведет нас, способствует к нечистоте Но Бог решил проявлять свое присутствие там, где люди открыты к этому Когда люди хотят искать Бога и служить Ему И мы знаем, что наше очищение, оно случилось благодаря жертвенной крови жертвы Ешуа И каждый из нас в жизни продолжает где-то там и сям сподвигаться и падать, где-то языком, где-то мыслями, где-то делом каким-то Но мы продолжаем уповать на Ешуа Но мы также должны осознать, что не всегда дворец присутствует с нами И он как бы сжимает себя Но когда ты ищешь его, когда ты прилагаешь свое сердце к этому, то он открывается значительно больше Именно поэтому в одном месте Нового Завета сказано, когда двое или трое во имя мое собираются, я дам, потому что они ищут меня, они собрались, чтобы во имя Ишу искать меня И то, чему мы учим здесь, что мы можем провоцировать Творца присутствовать в том или другом месте больше, если мы этого хотим И если твоя мысль не к тому, чтобы быть ближе с Господом, если ты ищешь путей, если ты очищаешь сам себя, если ты прилагаешься к тому, чтобы найти его, то найдешь его И я думаю, что здесь мы видим определенный, очень простой практический урок к нашей ежедневной жизни Отдаляйся от нечистоты, которая присутствует ежедневно вокруг нас Что такое нечистота современности? Вполне возможно, это твои друзья, которые не знают Творца и которые просто влияют на тебя отрицательно И это не всегда просто неверующие люди Это люди, которые реально влияют на тебя отрицательно Что они, возможно, улучшают против Творца и которые могут сопротивляться воле Бога И делают такие вещи, которые явно против Творца И если ты продолжаешь быть близко к ним, то ты оскверняешься Вещи, которые делают против законов Господа И это влияет на тебя, и ты оскверняешься И тогда ты чувствуешь, что что-то в твоей жизни стало пожиже Ты не переживаешь того присутствия Бога, которое должно И здесь второй урок, который мы учим Место, к которому мы все стремимся в конечном итоге дойти до Него И Писание говорит, что каждый хочет найти Бога, чтобы в вечности пребывать с Ним И здесь мы понимаем, что если человек постоянно оствернен И в жизни его постоянно нечистота, он не может быть с Богом И если ты не принял очищение в жертве Иешуа, то не можешь быть чистым Потому что ты осквернен влиянием этого мира вокруг тебя Вокруг влиянием земли, которая проклята за дела Адама Действительно, кто-то, 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 кто-то прикоснулся к мертвому Он стал нечистым И сегодня в мире в практическом образе не существует человек, который был бы чист От того, чтобы прикоснуться к мертвому телу Потому что по Писанию, если дотронулся до человека, который присутствовал там, где есть мертвый Ты уже нечистый И если здесь даже есть просто люди, которые однажды, случайно, зашли Нет, нет, нет А если есть здесь женщины, которые никогда не приходят к мертвому телу Или кубах холин Здесь есть человек, который никогда в жизни не заходил в поликлинику или в больницу Неважно Как больной или просто посещающий У всех где-то заходили Которые где-то significant приехали Кому-то не ехнилось Но каждый приходит к мертвому И наверняка, каждый приходит irgendwo или где-то на живке Наблюдаться в поликлинике Теперь ты уже не был там на каких-то поликлинике что ты жал руку человеку, который, возможно, там был. И в мире сегодня не существует человека, который в соответствии с этим требованиям Писания чист совершенно. Иллю ему говорит, что он не может быть внухах, а он не может быть внухах. Я не могу присутствовать, Бог говорит, в среде подобных людей. Он не может быть внухах, потому что мы не можем быть внухаху, и именно эта тема здесь развивается, что человек, который где-то стал нечист, не может быть в боне, если чего-то для него не будет сделано. Должен получить очищение в своей жизни, должен быть очищенным. И вот именно в этом наше преимущество, наше очищение Ешуа, который искупил нас от всякой нечистоты в этом мире. Приняющий Ешуа очищается, и у него есть свободный доступ, свободный вход в царство дворца. И я вот на этой мысли хочу остановиться и помолиться о нас. Небесный Отец, прошу тебя, учи нас приближаться к тебе. Мы часто говорим устами, что мы хотим быть ближе к тебе. Но вопрос, делай мне что-то ради этого. Дай нам больше мотивации, больше желания, быть в твоем присутствии, славить тебя, поклоняться, чтобы ты больше и больше мог присутствовать. И я хочу напомнить о том, что Ешуа говорит, входите в свою комнату, закрывайте за собой дверь, и ищите Бога, и Он откроется вам. Я также попрошу тебя за каждого, кто еще не знает Мессию, кто не принял для себя жертву, Ешуа, то, что Он сделал для тебя. Я попрошу тебя за каждого, кто еще не знает Мессию, и в имя Ешуа, дай нам очищение этого. Не по нашим делам, но по твоему милосердию, что Ешуа сказал. Женуха дает всегда от тебя, чтобы мы могли всегда быть с тобой. Потому что написано в Новом Завете, что истинная вечная жизнь, это познавать тебя и твоего сына, Ешуа Мессия. Ешуа, молимся в этом. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова